Половина 11 утра. На территории арены Химки десятки байкеров. В воздухе развиваются флаги с триколором, символикой химок и байкерских клубов. Здесь ночные волки, Ленинградка 73 и мотобратство Подресского. Они организаторы заезда. У нас есть дизайнер Демарьевич Великий Запорожецкий, который придумал такой логотип. Мотобратство Подресского. И мы объединяем Химки, Подресского, М10. Мотобратство подразумевает, что все мотоциклисты братья. Звучит команда по коням. Рев моторов знаменует начало мотопробега. Самый крупнейший мотопробег в Химках стартовал. В колонне около сотни мотоциклов. Все они проследуют по главным улицам Химок, продемонстрируют жителям города преданность Отечеству и поднимут химчанам патриотический дух. Спустя полчаса колонна байкеров въезжает в парк Толстого. На площадке ДК Родина их встречают химчане в белых, синих и красных футболках. Шеренги с участниками парада выстроились в цвет триколора. Заместителю главы Химок Ирине Теслевой байкеры передают флаг России. На импровизированной сцене приветствовали химчан, представители администрации и лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Химки умеют отмечать праздники и зажечь сегодня весь городской округ и все Подмосковье. Спасибо огромное нашим байкерам, нашим жителям, нашим любителям мотоспорта за то, что они подарили нам такое яркое зрелище. Сегодня мы со всей страной отмечаем один из главных государственных праздников – День Российского Флага. Государственный флаг является неразрывным частью нашей истории. Триколор – это благородство, мужество и преданность своей родине. Любите свою страну и будьте счастливы. Кстати, в скором времени парк Толстого будет благоустроен. С такой инициативой выступали жители Химок на встречах с лидерами движения общественной поддержки. Инициатива появилась на сайте Хиж Онлайн и собрала много голосов. К празднику в парке Толстого открылся фестиваль-агид-программ в рамках проекта «Герои Химок». Аналогичные встречи проходят в течение всего лета. Задача организаторов – увековечить героизм химчан-фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. Десятки артистов творческих химкинских коллективов читали стихи, пели песни. Мир далеко-далекое видит, в окошках узких русские. В праздничных мероприятиях приняли участие лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Елена Андреева, Алексей Федоров, Валентин Герасимов, Артур Каримов, Руслан Шаипов, Глеб Демченко. В 1668 году впервые на российском корабле «Орел» был поднят флаг. 30 лет назад этот флаг вернулся в нашу страну. Сегодня мы отмечаем День российского флага. Это большой праздник. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Валентин Герасимов отметил патриотическую значимость праздника. Патриотические песни звучали в каждом уголке парка Толстого, а на эстраде для всех желающих устроили территорию отдыха в мягких креслах. Гостям парка показали художественный фильм «Доктор Лиза». Пусть наш государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы граждане великой страны. Пусть в наших сердцах всегда будет гордость за наш флаг, за нашу родину, за наш народ и за наш родной город. Всем добра, удачи и благополучия. В день флага России праздник прошел во всех парках «Химок» в сквере Марии Рубцовой, парках имени Величко и Подрезкова, а также в парке «Экоберег» состоялись концерты творческих коллективов и мастер-классы по изготовлению национальной символики. Чтобы рассказать химчанам историю праздника, напомнить о значении государственного символа России. У меня вообще мороз по коже. Вот когда приехали байкеры, когда вот это вот фамфары и флешмоб, все вот в этих футболках, еще мне очень понравилось. На одной площадке рассказывали, откуда пошла символика вот этого флага нашего. Триковоры очень интересные и спасибо огромное. Закрытие праздничной программы прошло в парке Толстого ярко и эффектно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова